Друзья, всем привет! С утра читаю тревожные новости из США. Что известно о покушении на экс-президента США Донада Трампа. Трамп чудом остался жив, стрелок мертв. Что известно о покушении на экс-президента? Республиканцы обвинили Байдена в подготовке условий для стрельбы в Трампа. Покушение на Трампа обрастает новыми деталями. Что известно о стрелявшем? Во время выступления Донада Трампа в Пенсильвании раздалась стрельба. Экс-президента ранило. Также пострадали два человека, один погиб. Покушение на Трампа обрастает новыми деталями. Стала известна личность напавшего. На месте стрельбы на митинге Трампа нашли винтовку. Секретная служба США подтвердила гибель стрелка и зрителя на митинге Трампа. Во время стрельбы господин Трамп схватился за ухо и лег на пол. После этого охрана увела его со сцены. У республиканца было окровавлено ухо. И так далее и тому подобное. Друзья, помните, я вам не один раз говорил, если что-то где-то произошло громкое, все мировые СМИ об этом пишут, сообщают, нужно еще раз вернуться к ранее сделанным мною раскладам. Этому раскладу уже пять месяцев. Таро Дональд Трамп 2024 претерпеть крах всех своих надежд. Что я вам всем в нем говорил? Слушайте внимательно. Внимательно слушайте. Он на днях публично на всю страну заявил, что теракт 11 сентября был сделан руками США, чтобы втянуть страну в войну. Мне карты Таро то же самое показали. Помните это мое видео? Таро, теракты в США 11 сентября 2001. Кто и зачем? На мой взгляд, Трамп ничего нового не сказал. Такого мнения о теракте 11 сентября придерживаются многие. И не только в самой Америке. Странно другое. Почему он не сказал об этом, когда был на посту президента США? Вот в чем вопрос. Почему сейчас? Почему раньше молчал? Подумайте, друзья. На дне колоды семерка мечей. Эта карта говорит о том, что Трамп будет прибегать к запрещенным методам работы. Нечестная игра, хитрость, коварство, обман, жульничество. Прохвост одним словом. Непорядочный человек. Смотрите, друзья. Я не удивлюсь, если Трамп сам на себя организует что-то вроде нападения, покушения. По семерке мечей. Ему нельзя доверять. Верить. Возможно, какое-либо силовое воздействие на него. Что-то вроде, я повторюсь, нападения, покушения. Как бы он с этим делом не погорел, не сгорел. Если что-то такое планируют, лучше от этой идеи отказаться. Во время какого-либо праздника якобы могут на него совершить покушение. Это развод и обман с его стороны. Хитрый план. Неплохо, да? Друзья, я сам в шоке. Я реально сам в шоке. Друзья, вас мои таро-расклады еще не пугают своей точностью? Сейчас, сегодня, конечно, многие тарологи на ютубе начнут смотреть на Дональда Трампа, выдвигать свои версии. Большинство из них озвучат именно вашу версию. Обязательно. Ведь тарологи хорошие психологи. Большинство из них говорит то, что вы и хотите от них услышать. Друзья, большинство людей на самом деле не хотят правды. Они хотят постоянного подтверждения, что то, чему они верят, и есть правда. Друзья, вы все в курсе. Я с Таро работаю честно. Какая идет информация от самого расклада, то вам всем и озвучиваю. Многие вещи при работе с Таро считываются чисто интуитивно. Идет большой поток информации. Вы словно погружаетесь в информационное поле с головой и считываете нужную вам информацию. Вот и все. Зачем мне делать отдельный расклад, кто стоит за покушением на Трампа? Если я верно предсказал само это покушение, значит и причину тоже верно считал Скарт Таро. Если кто-то из Тарологов не смог предсказать первого, то можно ли верить, доверять тому, что они вам всем сегодня говорить будут? Подумайте об этом. На сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо, друзья. Счастливо, друзья.